Кассета первая Из области таинственного о душе Страница 64 Читая этот странный рассказ, приводимый одним из правдивейших писателей древности, сопоставляя его с кое-какими фактами современной жизни, становится очевидным, что наши взгляды на душевную деятельность нуждаются в больших дополнениях. Допускать, подобно некоторым спиритам и восточным религиям, возможность переселения душ, на что намекает приведенный рассказ Платона, является с рациональной точки зрения нелепостью. Ссылаться же на случайное совпадение было бы бесполезно и ни для кого неубедительно. В самом деле, разве можно говорить о случайном совпадении, когда оно повторяется по нескольку разу в день? Между тем, явление параминезии, имеющее столь близкое отношение к вопросу о пророческих видениях и вместе с тем служащий источником многих выводов в крайне мистическом направлении, не должно оставаться необъясненным. Было бы поэтому благоразумнее, вместо того, чтобы игнорировать многие общеизвестные факты, за неумением их объяснить, предложить, конечно, в виде гипотезы объяснение, основанное на еще не вполне общепризнанных явлениях. Ввиду таких и подобных соображений, если мы взглянем на случаи, подобные приведенному рассказу Платона, врача Ж. и другие, как, например, и не ложной, а действительной памяти, то дело предстанет в несколько ином виде. Я уже вижу, читатель, на вашем лице недоумение, а потому спешу выразиться яснее. Дело в том, что если известные явления не встречают с точки зрения своей логической возможности никаких препятствий, то нет разумных оснований его игнорировать. В этом отношении всякий существующий предмет и даже уже совершившиеся явления не представляют ничего невозможного для восприятия их. Как? Это другой вопрос. Но нам важно пока согласиться лишь в том, что существующее или существовавшее в действительности, стало быть, произведшее и известное действие, может оказать то или иное влияние и на нашу психику. Другими словами, это настолько же возможно с точки зрения логики, как невозможно восприятие еще не существующего. Условившись относительно этого важного пункта, взглянем на вопрос конкретнее. Возьмем для примера случай с упомянутым французским врачом Же, которому новая пьеса оказалась знакомой. Оставляя в стороне соображение о вероятности некоторого родственного склада ума двух личностей, позволяющего им независимо друг от друга создавать в области или науки, или искусства аналогичные вещи, а также случайные совпадения, вспомним о существовании весьма редкой способности некоторых лиц мысленно сообщаться с другими без ведома последних. Известный журналист Тед обладает этой способностью в довольно сильной степени. Читатели уже знают, что с ним бывали случаи, когда, сосредоточив мысль на известной личности, находящейся где-нибудь далеко, даже за сотни верст, и задав ей мысленно касающийся ее вопрос, он получает ответ, который автоматически пишется его рукою. Во время спиритических сеансов подобное автоматическое писание составляет обычные явления. Такое телепатическое сообщение нашей подсознательной личности с психикой, быть может, вовсе нам незнакомых лиц, вероятное, чаще всего случается во время активной деятельности нашего второго «я», то есть в гипнозе и исходном с ним в формах естественного сна. Представим себе, что в рай же находился довольно часто в подобном сне, благоприятном для телепатического восприятия, не весь откуда приходящих мыслей, представлений и целых законченных картин. Тогда возможно, что автор пьесы, показавшийся же насколько знакомый, оказался в бессознательном телепатическом общении с последним как раз в то время, когда, с одной стороны, эта пьеса писалась или обдумывалась, а с другой же был в благоприятном состоянии для восприятия чужих мыслей. Со мной лично был один довольно замечательный случай, который, кажется, может быть отнесен к той же категории явлений. Когда по окончании гимназии я находился в одном специальном учебном заведении, то в первом же году заболел тифом. Идя в лазарет, я был очень занят мыслью о том, что, пожалуй, расхворавшись, не успею представить к сроку сочинения, которое у меня было окончено и даже переписано, за исключением конца, которое я был намерен переделать. Тетрадь я взял с собой в лазарет. Первые два дня у меня был сильный жар, и я бредил. На третий день жар уменьшился, и я спал ночью спокойно. Под утро я встал, надел халат и туфли, взял из-под подушку тетрадь и прошел в комнату, где врачи прописывали рецепты, назначали порции и так далее. Там я уселся за стол и стал писать. Нужно заметить, что все это я делал бессознательно и впоследствии не сохранил никаких воспоминаний. А о своих действиях я сужу по результатам. Сколько времени я писал, сказать не могу. Но пришедший истопник рассказывал потом, что он меня спрашивал, зачем я так рано встал, и как я могу писать почти в темноте. Дело было зимой, часов около пяти утра. А в лампе огонь был уменьшен до последней степени. Я ему ничего не отвечал и продолжал скоро писать. Он затопил печь и потом стал убирать мелкие щепки и ссор. Пламя разгорелось, и его отблеск осветил меня. Тогда только истопник увидел, что я писал с закрытыми глазами и по временам улыбался. Барин, барин, что вы делаете? Я молчал и писал. Бедняга испугался, бросил свою работу и побежал к фельдшеру. Через некоторое время они пришли оба и стали молча наблюдать за мною. Очевидно, я уже кончал свою работу. Говорят, я отклонялся назад, что-то бормотал, потом опять писал. Наконец, как-то странно засмеявшись, я сделал большой розчерк, подобный тем, какие делают в официальных бумагах на конце каждой страницы, чтобы нельзя было подписать чего-нибудь. Потом фельдшер рассказывал, что считая меня лунатиком, он боялся окликнуть меня. Дописав прямо, набило конец сочинения, как потом оказалось, я помахал тетрадью, чтобы засохли чернила, хотя пресс-бивар лежал тут же. И сложил тетрадь, встал со стула. Мимо уступившего мне дорогу фельдшера я прошел спокойно, уверенной походкой, хотя глаза мои были все время закрыты. На другой день, когда старший врач узнал об этом происшествии, от меня отняли незамеченную раньше тетрадь и вменили в обязанность палатные прислуги более внимательно следить за мною. Утром я чувствовал себя хорошо, и температура была почти нормальная. О своем ночном приключении я не имел ни малейшего понятия. Когда же мне о нем рассказали, то я до тех пор не и отстал от врача, пока мне не прочитали написанное мною ночью. Я едва верил тому, что сам написал, окончание своего сочинения в подобном духе, но был доволен им, так что просил сдать его преподавателю. Последний, заинтересовавшись этим случаем, хотел сообщить о нем в одном из педагогических журналов, где он сотрудничал, не зная, выполнил ли он свое намерение. Более всего его поразило то, что месяца два спустя он получил от своего брата, того же литератора, оттиск, написанный в последнем статье. Оказалось, что в ней была одна страница, представлявшая почти слово в слово повторение одного места из написанного мною ночью окончания своей работы. По расчету времени выходило, что я, вероятно, писал в одно и в то же время с автором упомянутой статьи. Никогда более со мной не повторялось ничего подобного. Дня три спустя после этого ночного приключения болезнь моя настолько ухудшилась, что я долгое время не выходил из бессознательного состояния. Приводя этот случай, представляющий, надо полагать, пример телепатического воздействия одного мозга на другой, конечно, нельзя придавать ему большого значения ввиду отсутствия точных данных, подтверждающих одновременность писания обеих работ. Тем не менее, естественность, вытекающая из него объяснение в некоторых случаях парамнезии, являющаяся таким образом примером предшествовавшего телепатического воздействия, не позволяет нам игнорировать подобного рода случаи. Но, как легко видеть не всегда, парамнезия может быть объяснена таким образом. В тех случаях, когда объектом ее является не создание человеческого духа, а предметы неодушевленные, как, например, в упомянутом рассказе Платона, приходится прибегнуть к другому объяснению. Сопоставляя этот случай с теми примерами парамнезии, когда в первый раз видимая нами местность оказывается уже знакомою, является необходимым для избежания малоубедительного допущения случайных совпадений, предположить в человеке способность восприятия предметов, лежащих вне сферы наших внешних чувств. Такой способностью сверхчувственного восприятия, называемого ясновидением, в пространстве, по-видимому, обладают некоторые весьма, впрочем, редкие субъекты. Во время гипноза эта способность усиливается и делается менее исключительной. Возможно, стало быть, что во сне, которая, как известно, иногда переходит в некоторые формы гипноза, мы приобретаем дар такого рода ясновидения. Многие ученые, даже целое общество экспериментальной психологии, трудятся над изучением таких явлений, постепенно приходя к убеждению в реальности этого рода ясновидения. Если же, следуя их примеру, мы допустим возможность существования подобного сверхчувственного восприятия, в пользу чего говорят многие данные, то второй вид ложной памяти, проявляющийся по отношению к неодушевленным предметам, становится легко объяснимым. Таким образом, оба вида парамнезии, рассматриваемые с этой точки зрения, являются примером не ложной, а действительной, но бессознательной памяти. Скрытая память В наше время психологи вообще допускают, как учение по меньшей мере правдоподобное, что всякая мысль, идея, распомелькнувшая в нашем уме, может быть воспроизведена через какой угодно длинный промежуток времени, посредством связанного с нею представления. Признав даже это объяснение парамнезии господина Битнера, мы должны силой логических заключений дойти и до признания бытия души человеческой, как самостоятельной духовной сущности, не ограничивающейся пространством, не стесняемой внешними чувствами, но свободно воспринимающей те впечатления, которые удержать она желает, или в которых имеет склонность к которым. Такое воспроизведение нередко бывает у людей, когда им приходится снова посещать места, виденные ими в детстве. Возобновление впечатлений, вызываемых данной местностью, живо напоминает им связанные с ней события. События, которые они не только сами забыли, но которых и не припомнили бы, если бы услышали рассказ о них от других людей. На этом основывается важное правило при воспитании детей – ничего не делать, ничего не говорить дурного при детях, как бы мало они ни были. Но многие ли сознают эту истину? Пусть же приводимые нами здесь факты заставят них подумать об этом. Не лишено значения и то обстоятельство, что основание подобных воспоминаний может, по-видимому, быть заложено в самый ранний период жизни, как видно из двух следующих примеров, из которых первый рассказан доктором Эбер Кромби, а второй сообщен автору самим действующим лицом. Одна дама в последнем градусе хронической болезни была увезена из Лондона в деревню. Сюда к ней привозили и ее дочь-молоденца. И после краткого свидания с матерью увезли в город. Через несколько дней дама умерла, а дочь выросла совершенно не помня матери. Уже взрослой женщине ей случилось, не зная этого быть в той деревне и в той комнате, где умерла ее мать. Войдя в комнату, она остановилась, видимо, чем-то пораженная. И на вопрос подруги о причине ее волнения она ответила, «Я ясно помню, что была раньше в этой комнате. В том углу лежала дама, очень больная, и плакала, наклонившись надо мной». Несколько лет тому назад гонсарт, ныне ректор в Бетнальгрине, некоторое время был священником в Герст-Монсо, в Суссексе. Он отправился однажды с друзьями в Пениссейский замок. Он не помнил, чтобы когда-либо раньше случалось бывать в этом замке. Когда он подошел к воротам, ему живо представилось, что он уже видел их раньше. Ему казалось, что он видит ослов, подарка и людей над воротами. Его уверенность в том, что он был как-нибудь раньше в этом замке, хотя у него не оставалось ни малейшего воспоминания об этом посещении. Он даже не помнил, чтобы до своего приезда в Герст-Монсо ему случалось бывать в его окрестностях. Побудило его спросить свою мать, не может ли она объяснить ему этого обстоятельства. Тогда она сообщила ему, что когда ему было около полутора лет, она жила в тех местах, ездила в замок с большим обществом и брала его с собой в корзине на осле. Что взрослые закусывали над воротами, откуда их было видно снизу, его же оставили внизу с слугами и ослами. Это случай с замечательным по степени живости впечатлений и по воспроизведению подробностей, о которых вряд ли рассказывали припомнившему их, если бы даже ему случалось слышать о самом посещении, как о событиях в его детстве. Но он не помнит, что бы ему случалось слышать о чем-либо подобном. А одна писательница, мисс Мартино, вспоминает о следующем замечательном случае. «Природный идиот, лишившийся матери, когда ему не было еще двух лет, и которого после ее смерти ни разу не могли навести на воспоминания о чем-либо, относящемся к ней. Умирая 30 лет от рода, вдруг повернул голову, посмотрел светлым, сознательным взглядом и воскликнул тоном, какого никто не знал за ним раньше. «Матушка!» «Как хорошо!» И упал мертвый. Этот факт весьма замечательен. Свидетельство о блаженстве за гробом в то же время говорит, что, собственно, душевных болезней нет, что болит лишь тело, орган души. Когда тело перед смертью совершенно ослабеет и уже, так сказать, отказывается служить органам души, тогда душа свободной и всегда разумной силой никогда ее не покидающей заявляет о своем бессмертном существовании, помимо даже своего телесного органа или, по крайней мере, слабым его участием. Достоверно известно, что самое живое воспроизведение ощущений часто следует за повторением идейных состояний, с которыми они были первоначально связаны. Так один католик, отправляясь в первый раз на исповедь, ощущал во рту вкус сладкого пирога, который он только что перед тем съел и плохо переварил во рту. Едя на исповедь, он всякий раз ощущает во рту тот же вкус и запах. Многие годы. Людям, страдающим морской болезнью, наверное, приходилось испытывать тошноту при одном взгляде на волнующееся море, а тем более при виде качающегося на волнах судна. А одна дама уверяла автора, что с ней сделался припадок морской болезни только от того, что она присутствовала при отплытии одного из своих знакомых в бурную погоду. Все подобные факты так обыкновенны, что вошли в пословицу, ибо известные выражения, мне тошно подумать об этом, есть не что иное, как выражение сенсореального ощущения, возбужденного идейным состоянием. Такое сенсореальное ощущение бывает иногда столь сильно, что влечет за собой и то явление, которое сопровождало первое возбуждение этого ощущения. Так Ван Сватен рассказывает о себе следующее. Однажды его вырвало от вони, распространяемой разлагающимся трупом собаки, валявшейся на том месте, по которому он проходил. Через несколько лет ему случалось проходить по тому же самому месту, и воспоминание об этом происшествии так сильно подействовало на него, что его опять вырвало. Наверное, каждый из нас знает по опыту, что при нежном или тягостном воспоминании навертываются слезы, что воспроизведением в памяти обстоятельств, вызвавших у нас когда-либо румяне стыда или оскорбленного самолюбия, возбуждается не только то же самое ощущение, но и то же выражение этого ощущения, и что смех так же часто вызывается воспоминанием о смешном происшествии, как и самом происшествии. Эти факты так обыкновенны, что могут показаться незаслуживающими внимания. Но они имеют одинаковое значение с тем также общеизвестным фактом, что кашель может быть вызван как раздражением горла, так и усилием воли, мозговым решением. Все эти факты показывают, что непосредственное действие нашего чувственного сознания всегда тоже будет ли его отдаленной физической причиной действия на органы внешних чувств, проводимое к сенсориуму посредством периферических нервов, или изменение коркового мозгового вещества, то есть действия внутренних чувств, передаваемое сенсориуму сверх-вниз центральными нервными волокнами, образующими его мозговую субстанцию. Один судья недавно сообщил о себе следующую вещь. С ним нередко бывало, что когда ему случалось вновь разбирать дело, которое он уже разбирал несколько лет назад, и о котором с тех пор не вспоминал, вдруг оказывалось, что все первое разбирательство совершенно им забылось, и он даже не мог припомнить, что когда-либо слышал это дело. А однако во время хода дела, благодаря какому-нибудь слову, фразе или случаю, все оно ярко вставало в его памяти. Отдергивалось как бы завеса, и вся картина разум представлялась его глазам. Полнота прежнего забвения в приведенном примере вероятно зависит от привычки, приобретенной весьма всеми юристами вследствие огромного количества дел, проходящих через их руки, сдавши дело точно забывать о нем. Нередко бывало замечено восстановление в памяти во время горячечного бреда когда-то хорошо знакомого, но давно забытого языка. Несколько лет тому назад один врач сообщил следующий случай, который ему пришлось наблюдать самому. Старый слуга Валис, уехавший из Валиса в очень раннем возрасте, и 50 лет проживший в семействе этого господина, до такой степени забыл свой родной язык, что когда его валийские родственники приезжали к нему и начинали говорить с ним по-валийски, он совершенно не понимал их. Но с 70-ти слишком лет от рода он заболел горячкой и в бреду бойко говорил по-валийски. Следующий случай, упоминаемый Колериджем, особенно замечательен. Отличительная его черта та, что пациентка никоим образом не могла понимать смысла изречений, произносимых ею в бреду. В одном католическом городе в Германии молодая женщина, не умевшая ни читать, ни писать, захворала горячкой. Священники объявили, что она одержима злым духом, потому что слышали, как она в бреду говорила по-латыни, по-гречески и по-еврейски. Бред ее был записан и оказалось, что он состоял из различных изречений, понятных в отдельности, но не имевших между собой никакой связи. Из еврейских фраз только немногие были заимствованы из Библии, большая же часть оказалась на раввинском наречии. Случай был совершенно необъяснимым. Долго не могли найти другого объяснения, кроме бесовского навождения. Наконец, Айна была разоблачена одним доктором, который решился проследить всю историю молодой женщины. И после многих хлопот открыл, что когда ей было девять лет от рода, ее приютил у себя старик, протестантский пастор, ученый словесник древних языков. И она жила у него в доме до самой его смерти. По дальнейшим справкам выяснилось, что старик имел привычку расхаживать по коридору, в которой выходила кухня, и читать громко свои книги. Книги были разысканы, и между ними оказалось несколько томов греческих и латинских отцов церкви и собрания писания раввинов. Многие места в этих сочинениях оказались тождественными, с изречениями, записанными у постели молодой женщины. Так что не оставалось никакого сомнения относительно их источника. Все эти факты глубокой памяти ставят вне всякого сомнения ту истину, что память не есть, как утверждает материалиста, отпечаток впечатлений на мозге, который, кстати сказать, как и все тело человека, беспрерывно обновляется во всех своих атомах. Но свойство души как самостоятельной духовной сущности. Совершенно подобные же, хотя и менее выраженные случаи, засвидетельствованы и в гипнотической практике различными авторами. Эти свидетельства приведены у Льебо. Из одержимых следует упомянуть об аксонских монахинях, поражавших во времена своего экстаза необыкновенным знанием латинского языка, необыкновенным впрочем им несколько известного из церковной практики. По удостоверению шалонского епископа все эти девицы как в свеске, так и духовной числом 18 обладали даром языков и отвечали заклинателем по латыни, произнося порой целые речи на этом языке. Деятельность творческой фантазии в бессознательном состоянии. Фантазия может действовать почти бессознательно и непроизвольно, приближаясь таким образом к сознанию во время сна. Сплочение элементов, из которых состоит фантастический образ, происходит в большей части под порогом сознания. Так что образ, готовый в главных чертах, вдруг всплывает сознание как сознательный результат бессознательного процесса. Гёте рассказывает, что его творческий талант несколько лет не покидал его ни на минуту, следовательно, он был в нем постоянно, не вызывая сознательных усилий с его стороны. Вот что рассказывает он по поводу страданий Вертера. Так как я написал эту книжку почти бессознательно, точно лунатик, то я сам удивился, прочтя ее. Введение к одной из своих поэм известный датский поэт Грунтвик говорит, «Я пел, чего никогда не сознавал». Деятельность, при помощи которой фантазия завершает труд, удовлетворяющий требованиям идеала, хотя он и не был поставлен сознательной целью, носит на себе характер инстинкта. Эти факты говорят о разумности психического начала нас одушевляющего. Вместе с тем говорят о его независимости души не только от тела нашего, но даже во многих случаях и от нашего земного сознания. Приложение «Способность души к разумной жизни» по Блаженному Августину. Человек есть микрокосмос. Своей внешней стороной он уподобляется животным и растениям. Он имеет тело, имеет некую жизнь, которая одушевляет и преобразует тело. Но есть в нем нечто третье, как бы глава или глаз нашей души, то есть разум, которого не имеют животные. И так разумом Бог превознес нас над животными, хотя в других отношениях животные нередко превосходят нас. Но что значит их преимущество в сравнении с нашими? Некоторые животных сильнее нас, но несмотря на то, что мы ими управляем, некоторые отличаются искусством, но не понимают своего искусства, и потому постоянно находятся на одной ступени развития. Они поступают так, как мы, когда произносим слова. Мы не думаем тогда, когда надо открыть рот, поворотить язык, но говорим инстинктивно. И поэтому их знание есть только подобие знания. По внешности мы не разнимся от животных, разве только фигурой тела, не наклоненной, но прямой. И потому создавший нас заповедует нам, чтобы мы не уподоблялись скотам высшей частью нашей, то есть духом, чтобы мы не прилепляли духа к тому, что есть превосходного в телах, ибо искать в таковых покоя воли значит унижать дух. так рассуждает божественная Августин о способности души в разумной жизни. Но он не ограничивается этим, а ищет доказательств участия нашего разума в разуме божественном, нашего богоподобия в идеях или понятиях метафизических. Нам без всякого рассуждения известно, говорит он, что вечное должно быть выше временного, что добродетельный достоин награда порочные наказания. Это такие истины, против которых не может быть возражения. Эти истины высшие, независимые от мира материального и чувственного, потому что чувства говорят нам о том, что приходит, а не о том, что не приходит. Когда я утверждаю, что линия может быть делима в бесконечность, то высказываю истину ясную, неизбежную, неизменную, потому что говорю о линиях идеальных, а не реальных. Не о тех линиях, о которых дает мне знать телесное око, но о тех, которые знает каждый, без всяких опытов, единственно по внутреннему представлению. Возьмите тело, какое вам уготовано. Вы всегда можете различать в нем сторону прямую и кривую, верхнюю и нижнюю, словом множественность. Следовательно, тела не могут дать вам идеи о единице, а для того, чтобы узнать, осуществляется ли в чувственном мире эта идея, надо нам, чтобы она уже была в нас. Где же вы приобрели ее, если не в вашем разуме? Если же эти идеи не суть произведения опыта, то откуда они? Ответ на этот вопрос был у Платона, который смотрел на идеи, как на понятия, врожденные нам, и называл их истинно сущим, вечно пребывающим, сущностью вещей, первообразами. Притом, надо было различать понятия от идей. Понятия частные, а идеи всеобщие. когда я утверждаю, что все люди желают быть мудрыми и счастливыми, что надо бы наблюдать справедливость и воздавать каждому свое, то неужели эти истины только я имею, а вы не могли бы их знать, если бы я не сказал вам? Нет, вы их видите, вы их можете знать и без меня. Они общи всем людям. Закон нравственно известен всем и нет народа, который не знал бы его. Кто не знает, например, что надо делать правду, что совершеннейший должен быть предпочитаем менее совершенному, что преступление достойно наказания, это истины ясные для всех без изъятия, потому что разум открывает их всем. И нечестивые судят и часто очень хорошо о действиях человеческих. По каким же правилам судят они, если не по тем, по которым должен жить каждый? Где написаны эти правила, если не в книге того света, который называется истинной? Вот откуда всякий закон вписывается и переносится в сердце человека, заботящегося о правде, не бесследно, но напечатлевается в нем, подобно тому, как образ кольца напечатлевается на воске, не оставляя кольца. Понятия составляются нами и часто изменяются, а идеи выше нашего духа и вечно, иначе и быть не может. Если бы истина была ниже нашего духа, то мы не судили бы по ней, а судили бы об ней, как мы судим о телах, а нередко и самих душах. Истина не может быть и равна нашему духу, потому что один из нас видит более, а другой менее, и следовательно не одинаково. Но истина неизменна, она всегда одна и та же, она будет существовать, хотя бы и мир погиб. Все это показывает, что разум есть истинный учитель жизни человеческой, что он по отношению к жизни тоже, что глаз по отношению к предмету, если никакая болезнь, никакая рана не изменила его. А разум есть то, чем познаем или можем познавать Бога, которым видим небесное и вечное, знаем неизменное правило справедливости, уважаемое даже нечестивыми. Когда проникли эти идеи в наш разум, не существует ли истина в нашей душе, как глухое сознание предметов, которые некогда были известны нам, как припоминания вещей, виденных душой во время домирного существования. Если душа, говорит Платон, будучи бессмертной и часто рождаясь все видела, если нет вещи, которые бы она не знала, то неудивительно, что в ней есть возможность припоминать то, что ей известно было прежде. Да и в самом деле исследования и изучения не есть ли совершенные воспоминания. У человека, который не знает того, чего может не знать. Есть верные понятия о том, чего он не знает. Если кто-нибудь начнет часто и различным образом спрашивать его о том, чего он не знает, то наконец этот незнающий будет знать не хуже вопрошающего. То есть этот человек подчерпает знания в себе самом. А подчерпать знания в себе самом не значит ли припоминать. Блаженный Августин начал было допускать эту поэтическую гипотезу Платона и назвал ее величественным открытием. Но в трактате и своих поправках он решительно отверг эту гипотезу, убедившись, что ее трудно согласить с христианским догматом.